Всем здорова, всем привет ребят, с вами Серега как всегда Приехал под вечер на пасеку, кое-какие семьи дал сиропчик Ну и решил вместе с вами сейчас скарнику посмотреть Вот эту вот семью, сам не знаю что там происходит В принципе по кормам должно быть нормально По силе сверху неплохая семья, ну все нормально в принципе В зиму пойдут все хорошо Ну сейчас глянем что там по расплоду, по силе И поговорим на такую тему, какие рамки можно в зиму оставить Потому что там женщина задавала вопрос, скорее всего Ну я так думаю что подписчица задавала вопрос Типа Серега, можно ли оставить такие рамки в зиму, типа после расплода Или ничего страшного там по-моему она спрашивала Ну как бы можно их оставить или их лучше забрать Ну ребят, как бы тут как бы есть два варианта И один из них где рамки лучше забрать То есть это, ну как правило это если расплод почти от бруска до бруска Имеется ввиду от нижнего бруска до верхнего Ну она как бы и сама по себе легкая эта рамка То ее лучше конечно в зиму не оставлять Потому что, ну это может пагубно повлиять на зимовалый период И пчела может сместиться из-за этой рамки Может быстрее сместиться к задней стенке Ну в общем нежелательно, лучше ее не оставлять Ну тут как бы большинство пчеловодов это знает Но есть и такой вот из вариантов, где лучше оставить Где вернее можно оставить рамку после расплода Имеется ввиду это какая рамка Ну сейчас вместе с вами посмотрим карнику, так покажу Имеется ввиду это какая рамка Это если большая косынка на ней медовая Которая переходит в хорошую такую часть медовую К задней стенке И на ней там допустим небольшое там пятно расплода На выходе И как бы вы вот в этот период как бы кормите пчел И все равно пчела Ну даже если вы прекращаете кормление пчел Все равно вот жировое тело там Пчела она после того, как вот эта небольшая часть расплода выйдет Они еще что-то туда подольют Ну подольют, либо поднесут там чуть-чуть пыльцы И как бы такие медовые рамки Ну вернее после расплодней рамки Такие их можно оставить допустим символ Почему? Потому что когда в скором времени Мы уже будем заниматься сокращением И формированием пчелиного гнезда То у нас формирование пчелиного гнезда На основе шахматного порядка будет То есть это как бы на основе хороших медовых рамок Рамках и полумедовых рамках А делается это для того, чтобы как человек В принципе и ответил чуть ниже комментарием Чтобы пчеле было за что зацепиться Это правильно Потому что если хорошая медовая рама Если вы оставите прямо вот Ну кто от незнания не знает допустим Если вы оставите хорошие медовые рамки Печатные Прямо вот печатка практически от бруска до бруска То пчеле в каком-то роде будет некомфортно Ну некомфортно зимовать И когда она будет сжиматься Когда ударит холода Она будет сжиматься Ей она может не зацепиться у вас И часть пчелы может не зацепиться И она упадет на пол И она замерзнет Она делится от основного пчелиного гнезда Упадет на пол И замерзнет И естественно это скажется на тепле В зимовалый период То есть будет меньше обогрева В пчелином гнезде И есть вероятность Что пчелы будут потом Либо постепенно осыпаться Либо с зимы выйдут там Пчелы практически не будет Либо вообще они у вас замерзнут Ну остынут Застынут просто Осыпятся На днище Да и все короче То есть сейчас короче ребят Месте с вами посмотрим Карнику Ну и я вам покажу Какие рамки можно ставить А какие нет Ну как бы такой будет Вариант То есть вы это должны понимать Одни рамки в принципе и можно ставить Другие рамки лучше ребят забрать Потому что Будет печально Ну Значит вот так вот выглядит у нас Карника Вот пластиночки наши Вот так вот выглядит наша карника Вот такая вот апсидка Видим Пчела есть на крайних На крайней рамке Прям Возле стенки И здесь тоже есть Пчела на крайней рамке Возле стенки Короче Пчелы достаточно Ну Именно от этой Карники я делал дочки Должна она быть спокойной По кормам я думаю Тоже тут должно быть нормально Ну может быть еще что-нибудь там Под кормим Ну вот смотрите пластины Вот эти опивагра Которые я ставил Ну вот они уже стоят Неделю Ну даже можно сказать Они их и не погрызли Толком Вот они Их не погрызли Края чуть-чуть Только-только обгрызли И все И в принципе Все хорошо Вот такие вот дела Ребят Сейчас будем вместе с вами Смотреть Эту Карнику И я вам покажу Вернее ребят Какие рамки Можно будет оставить В зиму А какие лучше Забрать Какие не годятся В зимовку Так что Такие вот дела Так где моя стаместка Сейчас вместе с вами Мы посмотрим Пчела спокойная Глянем Что по расплоду Еще Что по кормам Ну пчелы И так ясно Что тут Дай боже Тут мы же Их даже И сокращать Не надо Вот как оно есть Так оно в зиму И пойдет Потому что Ну конечно Вот это Хорошая Медовая рамка Вот они Красавцы Вот у нас тут И мед И перга В основном Мед Хорошая Медовая Рамочка То есть Видим Вот наш Сиропчик Переработанный Залитый Пока в сторону Мы ее оставляем Я надеюсь Мы сейчас Сейчас посмотрим Крайнюю Рамку Посмотрим Вот столько пчелы На крайней рамке Очень много Пчелки Это в большинстве В семьях Практически Все Так Вот ребята Такая вот рамка Она в зиму Не годится Смотрите Такая вот рамка В зиму Не годится Почему Потому что Сама косынка Маленькая Вот часть Тут перги Есть Пергу Оставлять В зиму Тоже нельзя И у нас Идет уже Тут полностью Расплод То есть Меда тут Совсем мало То есть В зиму Она не годится Она легкая Это рамочка То есть Мы ждем Пока выйдет Расплод Здесь И потом Она у нас Будет убираться Заместо нее Возможно Поставится Медовая рамка Опять же Такая же Рамка Такая же Рамка Тоже Большая часть Это Расплод Зиму Она не годится Вот Косынка Маленькая Сзади Тоже Меда Маловато Не годится Как бы Найти ту рамку Матка Еще работает У нас Такая же Тоже Рамочка Ребят Пчелка Еще Работает Ну И здесь У нас Засев Здесь У нас Маточка Бегает Наша Карника Даже По пчелиной Матке Можно судить Ребят Будет ли В скором Ну Когда уже Нужно Ужимать Пчел То есть Матка Перед холодами Она уже Прекращает Засев И она Теряет Уже В весе А у нас Мы видим Матка Она еще Крупная То есть Она еще Работает Она еще Сеет Нам В принципе Ну Лично Мне Это и Надо Я Как и Говорил Да Мне там В комментариях Пишут Пчеловоды Что Матка Сеет Это Нехорошо Но Я Ребят Заинтересован Я Заинтересован В том Чтобы Пчелы Пошли В зиму Синами И мне Не жалко Я Если Надо Я буду Докуплю Еще Сиропа Еще Буду Им Давать Лишь бы Пчелы Сильными Потому Что Есть В планах Брать Еще Улики Времена Тяжелые Ну Вот У нас Медовая Хорошая Рамка В принципе На ней Покажу Нет Такая Вот Она Чисто Медовая Не годится Такая Вот Рамка Чисто Медовая Ну Вот Она Там Такая Вот Рамочка Пчела Сидит На всех Десяти Рамках А именно Такой Рамки Прям И не Нашел Я О Вот Ребят Смотрите Ну В принципе Вот такая Рамка На ней Можно Показать То есть Задавала Женщина Вопрос Какие Ну Можно ли Оставлять Расплодные Рамки В зиму Значит Если Это Вот Такие Расплодные Рамки Смотрите Вот У нас Тут Есть Чуточку Расплода А здесь У нас Хорошая Медовая Косынка Вот Она Аж Прям И здесь У нас Хорошая Толстая Медовая Косынка Вот И рамка У нас Увесистая Если Допустим У нас Чуть Чуть Расплода Здесь Или Вот Здесь Ближе К передней Стенке То Ничего Страшного Такая Рамочка Она В зиму Годится Ее Можно Оставить Вот Она Идет С переходом В хороший Такой Медовый Запас Переходит У нас Вот Эта Косыночка Вот Ее В зиму Можно Оставить Ее Здесь У нас Как бы Ложа Будет Такое И Здесь Пчела У нас Ну Пчеле Будет Где Цепляться То есть Даже Вот Вот Эта Часть Расплода Выйдет Даже Если Они Туда Что-то Поднесут Они Уже Не Закроют То есть Тут У нас Будет Сод Залитый Где-то До Половины Либо Процентов На 80 Но Он Будет Открытый И Эту Рамку Мы Оставим В зиму И Она Будет Служить Как Ложем Для Пчелы Чтобы Пчелка У нас Зацепилась И Уже К этой Рамке Мы Ставим Хорошую Медовую Рамку И Пчела Тогда Она Будет Выбирать Ей Есть Где Зацепиться И Она Не Упадет У нас На Пол То есть Видите Да Вот На Основе Вот Таких Вот Рамок Если Вот Такие Медовые Косынки Хорошие То Их И Даже Это И Правильно Это Чтобы Вы Понимали Какие Рамки Можно Ставить Ну И Доходим Мы До Седьмой Рамки И Восьмой Тоже У нас Тут Хорошие Медовые Рамочки Ну Вот Тоже Практически Такая Же Рамочка Тоже Вот Видите Она Не До Был Расплод Вот Они Чуть Чуть Подлили И Вот Это Будет Часть Служить Как Ложем И Они Уже Будут Переходить От Передней Стенки К Задней Стенки И Таким Образом Зимовать То Есть Это Чтобы Вы Знали Понимали Для Себя Ну По Меду В принципе Чуточку Надо Докормить Конечно Их Хотя Кормов Тут Уже Можно Сказать Достаточно Тут Уже Кормов Более Менее Чем В принципе Я бы Ну Судя По такой Пчелиной Семье Я бы Сказал Что Тут Ну Пару Рамок Не Хватает Медовых Пару Потому Что Ну Дадим Им Три Литра Сиропа Еще Нам Не Жалко И Наоборот Это Будет Хорошо Для Них Так Что Такие Вот Дела Ребята Ставим Пластины На Место Вот И С Клещом У нас Все Тут Нормально Никаких Проблем Был Б Клещ Не Было Бы Пчелы Ну Конечно Не Только Потому Что Пишут Там Пишут Там Вот Я Снимал Ролик Недавно И Пчеловоды Отцы Семьи Просели Потому Что Клещ Нет Ребят Качество Матки Тоже Играет Роль Почему Можно Судить Был Бы Клещ Клещ Это Как Правило Вот Период Такой Заклещенный Оно Если Клещ Есть То Он Есть На Всех Семьях Практически Ты Просто Офигеваешь Это Вот Со Временем Кто Пчеловодит Он Это Поймет А Когда У Тебя 85 Ну 80 90 Процентов Пасеки У тебя Хорошие Семьи И Только В У тебя Там Семьи Проседают То Тут Только Можно О качестве Матки Судить И Клеща Его Видно На Пчеле Да Конечно Вы Скажете Есть Трохейный Клещ Но Если Клещ Есть То Он И На Пчеле Его Ашкишит Можно Сказать Вот Это Называется Заклещенность То Есть Процент Заклещенности Он Есть Малый Есть Большой Поэтому Ребят Нам Надо Почему Я Заинтересован В том Чтобы Семьи Синами Шли Вот Ребят У меня В этом Году Обычно Я говорил Что У нас Чередуют Поля Но Вот В этом Году Может Связано В связи С тем Что В стране Тяжелые Времена Война Все дела Посадили Рапс У меня Под носом Прям под носом Хороший Кусок Рапса И Там Тоже За Деревом У тем Тоже Рапс Вот Такой Кусомяра Рапса Посадили И Хорошо Это Это Очень Хорошо Еще Будет Переговорим С Рядом С Директором Надо Будет Переговорить Там Мужик Адекватный Чтоб Обрабатывал Его Под вечер Ну В принципе Проблем Никогда Не было Он Обрабатывал Какими Там Пестицидами Но Они Пагубно На пчелу Не влияли То есть Пчела Не сыпалась Но Все равно Переговорим Переговорить Надо Чтоб Сказал Чем Он Будет Ту Фигню Обрабатывать Все Ребят Всем Пока Всем Удачи В общем Показал Я Какие Рамки Зиму Можно Пустить А Какие Нет Так Что Такие Дела Всем Счастливо Ребят Счастливо Счастливо